прерывая где-то конце июня передачи смысл игры я объяснял тем кто эти передачи смотрел почему это сделал я объясню что я готовлю летнюю школу движение суть времени и поэтому должен полностью на это переключиться это требует огромного труда просто большого времени летний школа прошла она прошла как мы все знаем лучше чем все другие в том смысле что не люблю эту фразу отвратительную горбачева процесс пошел но действительно что-то куда-то двинулась смотришь на датчик стрелка стоит и стоит начинать дергаться и ты понимаешь может это еще не сигнал но она чего-то начала зашевелилась зажила эта стрелка то есть какие-то процессы движения пошли и пошли действительно достаточно быстро и развернулись достаточно серьезно и видно что это все у этого другое качество и люди освобождаются от многих зажимов и как-то все серьезнее серьезнее относится к этому делу ну в общем можно было бы радоваться я даже не хочу заранее радоваться потому что я хочу понять куда это движение куда ведет эта дорога ты тысячам людей не прикажешь куда двигаться они двигаются внутренне сообразно чему-то что их двигает да и это все вместе нужно еще каким-то образом вести в какое-то русло придать им какую-то направленность окончательно и неважно значит ну короче эту летнюю школу закончим после этого возникли необходимости что-то делать вот с той точкой которая называется поселение или там коммуна или александровская свобода и все что надо было было сделано и на это ушло еще больше сил чем на летнюю школу и действительно стало примерно ясно уже куда надо двигаться ну а после этого будет зимняя школа и она уже должна окончательно оформить все это направление движений и поэтому я сказал какой-нибудь спортивный обозреватель веду этот репортаж на такого это стадиона веду эту передачу из александровской свободы делать мы сидим культурном центре и где наверное я несколько раз буду так выступать по разным поводам потому что так надо и это не случайно потому что это не потому что мне кажется что что-то все более как бы в виде центра тяжести сюда и переносится а почему мы тоже сегодня обсудим мне кажется или можно сказать с каждым днем я все больше уверен в том что нам не надо сейчас вот буквально на этом этапе внедряться в частности идущей игры ну произошли большие и достаточно серьезные смены там в кремлевской администрации они будут продолжаться потому что совершенно ясно что не новый глава администрации не новый заместитель главы который должен заниматься внутренней политикой и всем прочим не склонны оставлять все по прежнему должно ли нас это волновать и должно ли нас это вводить состояние либо эйфории либо наоборот я считаю что абсолютно к этому нет никаких оснований если система и меняется то она меняется только в том что касается расклада как бы таких специальных организмов которые мы привычно называем силовыми структурами являются ли они сейчас силовыми структурами или это уже более сложные сплавы чего-нибудь там собственности власти это уже не так важно там расклад поменялся фундаментально и я рекомендую всем прочитать еще раз мою книгу качели в которой была описана предыдущая фаза изменения этого расклада тогда речь шла о том что в начале так сказать одна из крупных силовых группировок олицетворяемая тогдашним руководителем госнаркоконтроля черкесовом и тогдашним главой службы безопасности президента виктором золотом значит как бы атаковала другую группировку которая так сказать сварялась фигурами там у стинов виктор иванов и так далее на иных уж нет а те далече далече имеется ввиду определенном округе значит и так сказать временный успех этой группировки вот черкесова и золотова потом породил поражение этой группировки достаточно глубокое и триумфальную победу группировки виктора иванова так сказать там и всех кто был рядом с ним всегда называют игоря сечина там и так далее все это мной описано очень подробно в книге вышедшей из мне не изменяет памятью 2008 году прошло много лет с тех пор тогда же я говорил о том что не надо тут обольщаться что одна из группировок победила это навсегда так не бывает это качели говорил я они будут так качаться как ему положено вот и тогда же а было проведено короткое совещание на котором мой друг советник и бывший писатель комитета госбезопасности писатель кгб ссср последний вадим санчу крючков и ряд других представителей генералитета поддержали нашу идею об обращении с письмом к двум этим группировкам с тем чтобы прекратить качели что ничем хорошим это не кончится всему это было опубликовано в газете завтра это произошло буквально перед смертью один санчика не очень не хватает и который под конец жизни стал моим очень близким другом и он как бы прочитав это письмо прошептал уже трудом шевелящимся губами мы их все-таки обыграли и на этом и поплыла эта койка в те моря где ни конца не начала и ушел в другой мир значит письмо это может быть почти никто не услышал надо отдать мужество проханова который его опубликовал газете завтра но можно его посмотреть там сказано что это война группировок до добра не доведет но внутри этой войны были заложены очень глубокие константы люди обменялись тяжелейшими ударами мы живем в таком мире жестких волевых мужчин которые когда получают такие удары которые получали члены этой группировки они же не останавливаются они идут и дальше из этой игры выбрал до вплоть до настоящего момента как бы вектор черкесов а золотов оказался как бы отведен на вторую линию на этой второй линии достаточно сильно поработал и сейчас выведен на первую линию как мы все знаем стал руководителем национальной гвардии которая по существу сосредоточила в своих руках все силовые потенциалы кроме тех которые находятся в вооруженных силах это немало этого не было в истории россии не в российской империи они в советском союзе произошла огромная трансформация очевидная который никто не хочет замечать но она-то и маркирует собой все трансформации системы дальнейшие потому что вопрос не в том кто именно займет какое место в бюрократии вопрос том кто займет какое место в ядре власти ядро власти в современной россии находится именно там где я только что сказал изъятие существенного мягко говоря силового потенциала из мвд и фсб а также из других структур и передачи всего этого потенциала национальную гвардию которая теперь является ну ведомством с моей точки зрения соразмерным вооруженным силам и в любом случае единственным полном смысле слова силовым ведомством кроме этих вооруженных сил но это огромная трансформация системы нужно о многом задуматься и многое предвидеть серьезное чтобы рискнуть на такую трансформацию это же не кадровые изменения когда такого чек назначил такого-то снял это полный передел внутри определенного поля в ядре как я говорю все время ядре система потому что вот все эти бюрократии как они не называются администрация президента там не знаете сайта кабинет министров не они находятся в ядре системы в ядре системы находится то что принято называть советом безопасности теперь это ядро которое существовало предположим не на год назад не узнаваемо она изменилась не потому что вот здесь в аистра людей x y и z возникли люди x 1 y 1 и z 1 она изменилась потому что она была не знаю круглым а стала квадрат и никогда но таким не было людей меняли максимум гвардии создавали до там потешные полки но так систему не меняли ее ядро и все понимают что если ядро системы это чисто никакого содержания не вкладываю в эти две фигуры чистый символ метафора да если это ядро системы было круглым даст было круглым а теперь это же ядро системы вот систему я рисую стала квадратным то это же не может не сказаться на всех элементах системы так просто вот это изменилось вот ядро мы изменили но тогда она не ядро а вся периферия это сказать осталось прежний не может так быть изменение ядра означает что все оболочки начнут перестраиваться хотят они или нет и никто не отменит на сегодня того что на сегодняшний день в этом это это ядро обладает некой полюсной системы да там есть некая напряженность между его центрами не будем ее не преувеличивать не преуменьшать но она есть снова адресую к своей книге качели и напоминаю что на этом этапе игры в небытии оказался виктор иванов который был на гребне славы в момент когда я писал книгу и предупреждал что ничем хорошим это не кончет его нет как нет и ведомство которого возглавлял а вторая часть всего этого дела заключается в том что если считать что в элитном клане в котором входил там виктор петрович иванов то есть еще фигуры да и что этот клан каким-то образом замкнут на какие-то части предположим фсб а это безусловно то из этого ведомства также как и соседнего еще более мощного оказались выведены определенные элементы и переданы другому клану полностью причем при этом как я говорю система изменилась силовые структуры отсюда и отсюда буквальном смысле слова силовые способные к осуществлению военных действий оказались изъяты из институтов и переданы в другие институты здесь они оказались обращены а здесь оказалось министерство обороны я не хочу не коим образом говорить о том что это там враждующие по леса системой никаких травматизации я здесь не осуществляю просто констатирую абсолютно несомненный факт этот факт состоит в том что на сегодняшний день базовый ресурс вот этот крупный силовой есть здесь и он есть здесь а больше по крупному его нет нигде и это волга впадает каспийское море я не открываю талины мадридского двора секреты полишинеля я просто говорю о том что все видят но почему-то не хотят осмысливать ведь все таки мы обсуждаем смысл игры игру можно видеть вот просто напрямую как она есть и никакого смысла не понимать ничего не придавать так сказать происходящим а смысл-то очевиден вот она игра нету больше ничего а было не так а было так что вот в этих вот вот всех вещах сосредоточен был промежуточный достаточно серьезный потенциал а теперь его нет или почти не по крупному нет этого вообще не было в известном произведении который когда-то ставил как был очень молод роберта пэн уоррена такого американского писателя который называлась вся королевская рать там говорится о том что вот ну сначала этот главный герой вели старк который там такой является правом американским политиком вот типа нынешнего трампа до идущим к власти и так сказать сначала сокрушительно проигрывающему потому что он наивный мальчик такой наивный провинциальный уволень которого дурит голову хотят его с его помощью отобрать голоса у одного из кандидатов они его использовать по-настоящему а потом возвращается в политику да он приходит на выборную кампанию и автор который все время это комментирует говорит а потом я выводил вилле уже на выборах но это не были выборы это были была битва в крыму и субботняя ночь в салоне кейси одновременно а когда дым развеялся то и тогда так вот не к вопросу крыма крым наш или что-нибудь еще а просто цитируя роберта пэн уоррена могу сказать что это не трансформация это битва в крыму и субботняя ночь в салоне кейси одновременно а дым еще не развеялся и никто не хочет элементарно напрячь извилины чтобы он развеялся потому что совершенно ясно что поскольку здесь и здесь опять я рекомендую только прочитать мою книгу качели вот здесь и здесь вот внутри этого конфликта есть некая неизбежность то маневрировать сюда многое отсюда не может а значит она куда-то должно маневрировать понимаете она не может оставаться той же точке при такой трансформации она куда-то двинется есть она не может двинуться сюда значит она двинется сюда это закон двигающихся масс не нужны никакие тайны поле шинели для того чтобы это понять люди которые не могут двинуться сюда двинуться сюда а значит это не статический процесс взяли поделили оставили до галинин советский союз и будет столько-то там государства говорю но это же не куски мяса что-то их нарезал и они лежат живые системы в них начинают идти процессы русских прибалтики делают это кто-то другие приднестровье делать одно это другое абхазия и осетия обнаруживают себя в какой-то враждебным грузии в которой они никогда не ходили в российскую империю или в ссср значит пойдут живые процессы из афганистана потекут массы в среднюю азию среди азии в афганистан это не куски мяса вы нарезали вот мы наблюдаем это то же самое это не куски мяса нарезали лежат это процессы они еще только начались обнаружив что ситуация такая и не желая так сказать эту ситуацию роковым образом так сказать воспринимать по принципу покорности покоримся року люди начинают двигаться а мы что не хотели двигаться но они двигаются по этому поводу тоже никоим образом не чего не абсолютизируя драматизируя там трагедизируя или не проводя никаких прямых параллелей я напоминаю все таки я довольно часто это цитировал так сказать из дон карлоса из фанта испанского это великой трагедии шиллера там маркиз депоза говорит беглецам открыты материнские объятия елизаветы имеется ввиду что король филипп начинает там резню евреев и сказать в испании да но уже их всех вырезать не может там или жечь на кострах беглецам открыты материнские объятия елизаветы страшно богатеет британия что вы делаете повторяю здесь я нет никаких намеков ни на елизавету не на бегле но то что как только до возникает такой процесс кто-то открывает материнские объятия а двигаться необходимо может быть и сидел бы на месте то сказать занимался бы так сказать рутиной бизнесом там до пил водку и там играл в какие спортивные игры да ну а тут вдруг взял и все движуха началась но ты же должен каким-то способом хочешь не хочет а подталкивает ты куда-то движешься движение началось процесс пошел омерзительная фраза горбачева наполняется реальным смыслом значит на фоне этого процесса все остальное из произошедшего рассматриваемый период ничто потому что как я уже говорю ядро системы здесь оно изменилось изменение ядра не может не изменять периферию и она не может не породить вот эту конфликтную динамику на которой накладывается еще один тоже всем известный фактор почему именно и кто хочет драматизировать или так демонизировать фигуру рамзана ахматовича хадырова я не знаю то есть я знаю и догадываюсь но я не вижу никаких оснований к тому чтобы превращать рамзана ахматовича в демона но это человек сильный так сказать держащий так сказать своей диктаторской рукой власть чечне и это человек из определенной генерации которую надо понять по своей сути это один из таких авторитарных именно национальных лидеров примешивающих в это национальную идентичность немножко ислама а не лидеров которые отказываются от национальной идентичности ради радикального ислама единой уммы и единой великой исламской нации рамзан ахматович как его отец это лидеры суфийского направления реально ориентированные на кадерея это все понимают в чечне сейчас есть кадерея однако бандия это сказать сбежал вместе со всеми его мухаевыми и всеми прочими мне представляется в турцию там может быть они дальше движутся по всему миру неважно мы еще услышим когда-нибудь но пока что есть кадерея и есть двое отец и сын отец совсем принадлежал к этому очень сильно и местом занимал а там сын менее так сказать ориентирован на эту практику но если говорить о сути ситуации в чечне то это конечно сказать территория кадерея как бы суфиям глубоко чушь радикальный ислам потому что радикальный ислам уничтожает все что с ними связано да он так сказать сметает гробницы суфийские мавзолеи он так сказать называет суфи большим ищадьем ада чем светские люди и там все прочее поэтому суфии обречены в большей или меньшей степени воевать вот радикальным исламизмом образца игил что он и делает и в сущности и ахмат кадыров и рамзан его сын появились тогда когда суфии до конца поняли что ну там уже пошли бородатые то есть пошел радикальные арабские прочие как бы ислам в чечню и что это хуже гораздо хуже чем русские никто вы при этом не идеализировал русских но все начали понимать что это намного хуже и опаснее они оказались между двух огней им надо было что-то выбирать они выбрали русских русские повели с ними в лице путина себя очень разумно и оперлись на это образовалась вот такая вот вещь до национально суфийская не радикально исламистская не халифатистская национально суфист в этом можно провести аналогию совсем чем угодно между кадыровым он входит состав россии поэтому аналогии условно и например сирийским лидером или мубараком в египте или бен-али или даже каддафи потому что все это вот такие вот смеси которые не хотели радикального исламизма и как бы с ним всячески боролись потому не потому что там они не верят в ислам или не потому что им так претит какая-нибудь так сказать определенное прочтение так сказать исламских текстов а потому что просто этот радикальный исламизм хотел их уничтожить до конца полный некоторые считают и мне кажется не без оснований что отношение между суфиями радикальным исламизмом еще сложнее что там помимо вот этой непримиримого конфликта есть и что-то большее и очень часто указывают связи с этим большим на наш банди или на что-нибудь еще но это слишком сложно и вряд ли это можно так сказать обсуждать в таком режиме поэтому я просто говорю о том что такое рамзан кадыров по сути своей и что такое вообще все лидеры наших исламско-кавказских регионов они все представляют собой нечто в этом духе чечня занимает среднее место в системе вот этих суфийских приоритетов северного кавказа самое высокое место занимает дагестана чечня средний дальше это все переходит среднюю азию и в пакистан там центр индия самое крупное исламское государство видимо мира да то есть там больше всего почитатели ислама там еще больше других людей их там очень много и там кипит весь этот котел значит внутри этой ситуации как бы никакой альтернативы тому что представляет собой кадыров и другие нет альтернатива прямая диктатура так сказать русских войск которая неопертая ни на что превратится в коллапс правильно ли ведет себя кадыров или неправильно надежно или ненадежно я не берусь обсуждать я просто знаю что если выбить местную почву и просто вот это поставить ни на что вот так чтобы вот здесь стояли русские войска а здесь было не вот это вот огромная вот это вот суфийско национальная так сказать опора то здесь вообще ничего не было вот и была такая без надо то в эту бездну сколько ни ставь войск все и рухнет или это уже надо ставить нечто немереное никак не сообразное тому что представляет собой сегодня российская федерация с ее возможностями может быть советский союз и мог каким-то таким образом вести себя в средней азии хотя как мы знаем не вел себя так отнюдь не вел себя но то государство которое как бы мы наблюдаем и в котором живем так себя вести не может оно должно на что-то опереться эта почва необходима нельзя чтобы здесь ничего не было вот здесь может быть только вот это в данном регионе и в этом вообще единственный наш шанс на игру правильную если говорить о смысле игры потому что пока в сирии воюют сирийские войска воюют алавита и прочее мы являемся так сказать неким элементом который оперт на эту систему а если мы хотим из элемента превратиться в неограниченный военный контингент тонущий в сирии или где угодно еще то это безумие мы обязаны воевать при помощи что и есть асад хороший асад или плохой не имеет никакого значения единственное место где радикальная исламизация с выбиванием вот этих вот мягких опор в египте они не вполне суфийские неважно где мягких опор так сказать было остановлено это египет израиль так испугался американского безумия с опорой на братьев мусульман в египте что так сказать и старшего брата слегка образумил и сам предпринял колоссальные усилия для того чтобы место мубарака занял сиси но тогда понимать что такое сиси сиси это тот же мубарак только круче никакой разницы разница заключается в том что намного круче тот устал убивать братьев мусульман и прочих а сиси не устал высоцкого пелось а потом кончил пить потому что устал так вот барак чат легка устал и гуманизировался а сиси нет и в этом разница между тем лидером которые свергли во имя высокой демократии и свобод в египте и тем лидером которые поставили во всех местах идет вот этот радикальный исламистский бардак я выскажу несколько слов по поводу того что с моей точки зрения представляет ситуация в сирии поскольку все-таки она существует и она говорит о том что представляет собой общая ситуация я хочу еще раз еще раз подчеркнуть что не являюсь ничьим советником не обладаю никакой конфиденциальной закрытой информации никогда не использую никакие закрытые источники а иногда там я вижу сны или мне что-то кажется или у меня какой-то есть интуиция общая процесса поэтому все что я буду здесь говорить по поводу сирийской ситуации это из разряда типично кажется мне в порядке каких-то таких абсолютно произвольных сновидений а не каких-то заявлений политического характера нет у меня статуса для того чтобы их делать никогда их не делал даже когда больше мог и делать не буду но кажется мне следующее что в пределах алеппо и всей зоны которые с ним связано как бы объединенные усилия вот именно так сказать наши вот наших ключевых но небольших элементов и вот этого оловицко-сирийско-асадовского потенциала привели к тому что определенная часть я рисую условно географически не надо ориентироваться на мои рисунки это такие системные модели оказалось вычищено и занятое сирийскими войсками да а определенная часть оказалось кольце этих сирийских войск кольцо прочное внутри этого кольца как мне кажется потому что я читаю в американской европейской прессе я это восстанавливая могу ошибаться и очень серьезно ошибаться но мне так кажется что внутри этого кольца находится слишком большое количество американских и б британских контингент их много это не black water подчерки их очень много так мне кажется и тогда я понимаю все вопли например главного редактора бильда когда путин вы съели всех детей алеппо это сталинград почему алеппо это сталинград вы там уже он все вы там которые пережили сталинград теперь делаете сталинград здесь мальчик убили мать что это все за истерические вопли по поводу алеппо что там произошло откуда столько крика с крика должно было быть вот столько а его вот столько откуда такое количество крика кроме того помимо моих догадок связанных с прочтением западной прессы это называется герменевтика знаете вот бы читают какими тексты там библейский и тогда и понимаешь за прямым текстом слоем есть иносказание вот так же можно читать прессу это очень полезное занять говорю в целом это занятие мне почему так близко потому что какое-то время занимался геофизикой а там в чем задач где-то лежит тело рудная да а наверху поля тело не видишь а поле видишь ну и по полю восстановить что за тело а тут по высказыванием сигналом восстанови события я всегда по этому поводу цитировал там текст маяковского я сейчас могу ошибаться неважно ты знаешь путь на завод михельсона найдешь по следам из крови ильича по каплим крови леча не важно значит это связано было с выстрелом каплан в ленина так вот ты находишь путь на завод михельсона то есть к событию до по следам ровно этим занимаются все следователи следователи видят улики следы преступления не знают кто совершил кто там был что делал они начинают расследование что она такой герменофтическая задача такая же как филологии герменофтическая задача прочтение каком-то иносказание библии а в шифрах разгадка кодов шифров с тем чтобы прочитать шифрованные сообщения да везде и всюду есть понятие вот подобного рода расшифровок поэтому я говорю что во первых полезно заниматься расшифровкой просто по западной прессе не помню такого визга и вот этих образов алепо сталинград и все прочее должно это чем-то это не может объясняться просто тем что асад так сказать чуть-чуть сдвинул равновесие между собой его противниками свою сторону нет это что-то другое и как нику сугубо кажется это то о чем я говорю теперь такие ситуации были ровно такая ситуация произошла например гораздо меньшем масштабе когда это сказать войска донбасса как бы борющиеся с бандеровской хунтой создали кольцо в дебальцево не раз уже были эти ситуации и в этих случаях есть понятие коридор называется это летите голуби летите но что-то мне подсказывает что с коридором плохо и это что-то это уже не чтение открытых писем главного редактора бильда да и других изданий этого типа а это высказывание наших военных про то что мешков не хватит и так далее и тому подобное там есть довольно такие яркие высказывания публичные я не ничем больше не оперирую подобного рода ситуации которые говорят о том что с этим делом плохо или что если тут попытаются чего-нибудь еще там с авиацией делать то ведь есть некое у сирийских братьев есть некоторые возможности эту авиацию так сказать пощелкать называются изделия относительно слабые как мы все понимаем имеются изделия гораздо более сильные то есть вот этот обмен любезностями да он знаменует собой то что это узел большого кризиса обратим внимание на главное обстоятельства сегодняшней мировой политики до выборов сша осталось меньше месяца американская пресса начинена высказывание о том как именно будет убить трамп что означает что никакой абсолютной гарантии победы хиллари клинтон нет трампа сравнивают не с джоном фиджеральдом кеннеди а с робертом кеннеди роберт кеннеди брат джона фидеральда кеннеди был убит в ходе выборов когда он взлетал он был он не был президентом он был кандидатом в президент который был обречен победить и единственный способ не допустить этой победы было его пристрелить после убийства джона кеннеди а потом роберта кеннеди разговоры об американской демократической системе прекратились вся американская молодежь все кто хотели верить что они живут в обществе свободного выбора они все поняли они поняли что господствующий класс будет выбирать тех кого хочет да а когда не нравится не по-йойному специально говорю так грубо то отработают снайперы и все на этом кончится значит сравнение трампа с робертом кеннеди она о многом говорит да но мне кажется ситуация сложнее и дело даже не в том как бы что трамп так сказать столик затичен в америке правит класс господствующий класс правящая элита узкая она очень крепко держащая поводья и президент сша хоть и важный фактор но не решающий во всем что происходит вот и это отдельный вопрос а главное что все-таки до этих выборов осталось меньше месяца и все скованы по рукам и ногам выборным процессу любое изменение событий в частности здесь и где-нибудь еще может привести к тому что чаша весов процесса склонится в ту или в другую сторону поэтому все висит она будет висеть еще 20 небольшим дней какой там первое воскресенье ноября ровно до этого момента ситуации будет висеть потом она так или иначе начнет оформляться гораздо более жестко а пока что это такой вот некоторый тайм-аут все так заняты внутренними процессами что на внешние процессы не остается особого времени и так если события в сирии таковы как я говорю а мне почему-то кажется что они таковы то никакой стабильности вообще мировой речи нет и не идет мир медленно и упорно катится в понятном направлении и все чаще разговор идет о том что это такое апокалиптическое движение что она ничем не может кончиться кроме как какой-нибудь большой большой гадостью того или иного образца будем надеяться что так сказать либо это будет происходить очень медленно и либо все-таки найдутся возможности как-то менять эту траекторию но траектория крайне неприятная она неприятная как в философском плане так и в плане конкретного между прочим два эти плана совпадают какие-то забавные интересные нюансы в этой ситуации как бы я проговорю чисто пунктирно с тем чтобы перейти главным вот когда например все ахают и охают вот там пришел кириенко киндер сюрприз и все кириенко есть часть большой системы он не существует вне всех этих раскладов росатом не находится в состоянии свободного полета кириенко никогда не был выведен из путинской системы он был полпредом по ключевому региону по волжью и он руководил росатомом росатом как все мы понимаем является одной из самых ключевых позиций ведомств министерства обороны закрытых ведомств министерства это позиция номер один вторая там алюминий первое это я здесь вынужден опять обратиться к метафорам когда-то я своими друзьями шел в такое я любил это экстремальный туристический поход по совсем такой тяжелой таежные местности и кто-то из моих товарищей более романтично настроенных и меньше меня к этому моменту ходивших по таким местным говорю какой какая дикая какая непроходимая тайга и так далее на что руководитель группы сказал для кого-то непроходимая тайга для кого-то совхоз имени ленина шел какой-нибудь 71 год не успел это быть произнесенным как через три дня на нас тихо вышел какой-то якута сказал это там вот костер который делят почему там водой полили не до конца и стало ясно что ты идешь не по непроходимой тайге то есть для тебя она непроходимая тайга если ты там сдохнешь ты так там изгниешь да если провалишься во что-нибудь там сказать плохо по реке переправишься да и тебя понесет но для кого-то это совхоз имени ленина будут смотреть говорить вот этот дуротек там ходили ходили потом поплили так вот если кому-то кажется что российская система в целом или то есть это непроходимая тайга то это неправда это совхоз имени ленина и никакого кириенко как так сказать олег рогатого оленя бегающего там уйти умчи меня там какой-то олень да вот как этого рогатого оленя бегающего по непроходимой тайге нет и никогда не было кириенко входит в определенный совхоз имени ленина и никуда он из этого совхоза не выпрыгнет годы идут глубина интеграции становится все больше опыт работы говорит о том что ну а как иначе ну сменится в политтехнологические команды мы тоже знаем примерно какая политтехнологическая команда придет системе это ничто вопрос о президентских выборах видимо считается что президентские выборы с точки зрения электората эта проблема нормальная то есть тут никаких особых гениальных усилий не надо прилагать а вот другие компоненты для них то и создано все остальное вот этот синий круг он и создан на случай каких-нибудь проблем с этим и обращаю ваше внимание что такого рода круг создается ну никак не для того чтобы какой-нибудь парализовать комнате касьянова который там я не знаю что получив много денег от американцев и сходив во все там эти послав во все тусовки в какие можно это сказать сигналы в виде кэша вывел на улицу 30-40 тысяч тех про кого говорят массовка ру и 10 тысяч негодующего анти путинского народа для этого такие вещи не создаются ли это вполне достаточно малого подразделения омона находящегося под контролем милиции такие вещи создаются для парализации других процессов и других систем видимо существует тревога по поводу того что эти системы могут быть активированы а тогда мы находимся только в начале игры и это все не последние назначения когда говорится также о том что меняется полностью ядро ядра вот сейчас я да я у меня это мне ядро было нарисовано максимально убедительно неважно давайте нарисую снова вот я говорю что вот ядро политической системы это вот то где находятся все эти структуры она вот изменилась вот так да а это все остальное администрация бюрократии это периферии но внутри всего этого ядра есть еще супер ядрышко так это всегда в любой системе там есть так называемый дворец и так далее это существует и в америке и в англии и во франции германии и у нас где угодно и в китае если говорить об этом то давайте мы спокойно абсолютно спокойно перечислим только то что знают все люди да никаких тайн при этом не исследуя в это ядрышко безусловно входил руководивший федеральной службы охраны муров это был представитель того что вот называется путинская группа как путин строит групп будет строить свои такие системы из людей которых он очень хорошо знает вот он именно дышался в обычных условиях поскольку один считает что поскольку он стал президентом никого не знает ибо все делают и и поди разберись что под этим жестом находится времени нет то он работал с теми кого он знает перед тем как он стал президентом и которые не делали нике опили обсуждали как бы подставляли не подставляли плечо людям которым он знает по времени когда он был никем и потому он их знает как облупленных число таких людей конечно приходил муров в этой же команде был черкесов с теми иными поправками в этой же команде был юкунин в этой же команде был виктор иванов в в этой же команде был сергей иванов и что мы тем самым можем сказать что данная генерация какие-то представители которые еще остались она уходит прошло прошло не будем забывать 16 лет кто-то из людей которые были просто членами команды оформились некие самостоятельные центры я думаю что это не конец сейчас произойдет еще несколько таких же эпизодов этот файл завершается значит должен быть открыт другой файл и этот файл должен состоять из людей которые так же хорошо знакомы как были знакомы эти люди чтобы понятно было чем пахнут как едят и пьют как думают и ведут себя чтобы все было понятно до конца такое понимание требует долгого честного соприкосновения у человека который занимает пост главы государства как российская федерация с такими возможностями всем прочим это в тесном соприкосновении находится только группа людей которые все и говорят это группа людей которые его непосредственно охраняла или находилась совсем с ним вплотную про этих людей на постах губернаторов и так далее сказано достаточно уже много разбор разбор ситуации с этими двумя структурами я уже произвел и здесь такие же люди да постепенно этот файл будет заполнен я думаю что реально в нем будет прямо или косвенно находиться 15-20 человек и это будет добавление вот в эту часть ситуации мы находимся на пороге очень крупной трансформации то есть мы уже в ней а поскольку она сочетается с внешней ситуацией то вот имеем то что имеем еще несколько политических штрихов конкретно политических с тем чтобы потом перейти если вы позволите политической философии что я считаю на самом деле практически важнее всего первый из таких штрихов это Турция в момент когда эрдоган осуществил то что он осуществил развернулся к нам кинулся в объятия как бы и так далее и возникли неограниченные ожидания того что дальше будет происходить по части Турции мне как-то стало тревожно и я позволил себе несколько передач в совершенно особом жанре спасибо сидящим здесь за то что они придали этому какой-то такой интересный рисунок там с лицами цитатами и всем прочим почему я вдруг превратил ну такие одиночные выстрелы в пулеметной очереди а так сказать аналитику текущего момента в размышления о том что было в 20 веке до нашей эры к северу от Китая почему потому что Турция это Турция а не Эрдоган Турция движется в определенном направлении контролируется определенными элитами выстроена определенным образом я тогда даже не смог там до конца этот разбор осуществить потому что он потребовал бы академических курсов еще больше но там были деятели которых называли как бы турецкими ну рабами МВФ которые выполняли все от и до они тоже были рабами МВФ только как пишут по поводу этих реформ МВФ Турции осуществлялось это все людьми с бородами и в сандалиях так что там что там МВФ а что собственно капиталы суфийских так сказать группы это вопрос очень непростой как это все перемешано короче говоря Турция движется в сторону умеренной исламизации и выбирает между этой умеренной и радикальной исламизации она никуда больше двинуться не может если Эрдоган движется в другую сторону его уничтожат тем более что единственные кто могут двигаться в другую сторону это военные которые уже не могут нет и той свирепости и того потенциала и тех надежд на вхождение в Европу которые были да а он с военными на ножах полностью и не для того он прожил жизнь чтобы двигать Турцию не в сторону умеренной исламизации куда он ее двигает да а в какую-нибудь другую сторону поэтому как я говорил столько братства с Турцией сколько можно да с точки зрения прагматических обстоятельств могут там проходить какие-нибудь там так сказать трубопроводы слава богу только надо помнить что не обязательно с ним будет хорошо поедут туда наши туристы замечательно там будет какой-нибудь торговые контракты очень хорошо договоримся о том чтобы перестали дергать за нитки там в Крыму в Татарстане и везде великолепно да еще можем чуть-чуть обняться замечательно да но надо помнить и не безумствовать что у нас может быть какой-то глубокий стратегический альянс геополитические константы к сожалению таковы каковы они есть нам говорили и говорят что Германия это естественный союзник России я не спорю я не спорю я не спорю искренне не спорю клянусь я считаю что это естественный союзникULL Я считаю, что немецкая идеалистическая философия – это естественный союзник русской идеалистической философии. Я считаю, что немцы могли бы и должны были составлять с Россией некий глубокий альянс. Я полностью поддерживаю Мандельштама себя, губя себя противоречия, как моль летит на огонек полночный, мне хочется уйти из русской речи за то, чем я обязан, я бессрочный, Германия тебе полезны грозы. Все правильно, все правильно, только с этим естественным, действительно естественным геополитическим союзником, с этим естественным философски и всячески партнером, с этим естественным центром взаимного притяжения мы вели две мировые войны в одно столетие. Это же тоже факт. И кто сказал, что максимум конкуренции достигается между разными видами, далекими друг от друга? Максимум конкуренции иногда существует между очень близкими видами. В любом случае, то, что две войны были, это такой же факт, как то, что нам предписано судьбой близость друг с другом, не только мирное существование, а глубокое партнерство. Как быть с этими двумя переменными? То же самое с Турцией. Конечно, конечно, как хорошо бы и дружить, и там делить Евразию, и, например, объединить в плане евразийского единого существования Турцию и Иран. Вы только туркам это расскажите и персам, у которых крови Шахнаме и другие произведения Фердоуси и других великих поэтов, а также вся философия взаимная. Вы им расскажите, а также суннитам и шиитам расскажите о том, что они должны дружить в едином поле. Я помню, я присутствовал на очень высоком форуме в Иране, куда меня там вели под руки, потому что уже лиц безопасности был закрыт и все, и где тогдашний президент Ахмадинаджад выступал. Вот пока он там выступал против сионистского врага и все, весь зал ревел, он был соединенный там суннитско-шиитским. А когда он там говорил о Махде, вся суннитская часть тоже ревела, но совсем не от счастья, а на грани того, что у нас называется свистом. Есть константы, традиции, люди, уклады, ориентации. Да, у нас очень хорошо бы было дружить с Турцией, только что-то мы здесь все время воевали. Это что, было только наше желание? Самое опасное сейчас для России из малых войн – это война с Турцией. Довольно большое государство имеет большое влияние на определенные, мною широко обсужденные части нашего населения. Конечно, нужен мир. Только вы с другой стороны тоже это расскажите. А поэтому, говорю я, давайте прагматически подходить ко всему и рассчитывать не Эрдоган больше, Эрдоган меньше, он живой человек, а исходить из каких-то константов, матриц, возможностей, системой связи и так далее и тому подобное. Что сделало наше руководство после долгих объятий с Эрдоганом? И заключение важных, так сказать, прагматических договоренностей. Что было сделано? В Армению были поставлены искандеры. Это не люди, которых зовут искандеры. Это устройства тяжелые, которые изменили ситуацию на всем Большом Ближнем Востоке. Я что, ошибаюсь? Это секрет? Значит, было сказано, что геополитические константы, так сказать, определяются социокультурными и прочими вещами, а не просто тем, кто входит в какую-то химерическую конструкцию под названием Евразия. Участники которой не хотят склеиваться в эту химеру. Советский Союз – это коммунизм. Российская империя – это понятно тоже, что. А произвольные конструкции не склеиваются. И синонимом этой конструкции является, так сказать, то, что тюрки должны оседлать русских, вернуть эпоху Золотой Орды. Благословенно. Но не хотят русские. И прочно объявшись с турецкими братьями и, так сказать, доключив с ними прагматические договоренности и всячески смягчив конфликт, ставят куда надо Искандеры. Я ничего не хочу абсолютизировать. Ситуация в Армении очень сложная, неустойчивая политическая ситуация и все что угодно. Но, тем не менее, так сказать, есть какие-то константы, исходя из которых процесс существует. Не могу не высказать попутно свои недоумения по поводу некоторых других пунктиров. Выступают довольно высокие официальные лица. Ну, в любом случае, лица, которые не, как бы, оговаривают 20 раз, как ваш покорный слуга, что никакого отношения ни к чему, личное мнение, свободная фантазия и так далее. Стоят лица с какими-то... И говорят, вот, американцы против нас биологические, в облатории биологического оружия и на Украине, и в Грузии, и где-то еще. И, типа, уже применяют. Я не понимаю... Я вполне готов в это поверить. Я просто не понимаю вот этого разрыва между словом и делом. Либо слова должны стать скромнее, либо дела решительнее. Потому что, если против нас уже функционируют биологические, в лаборатории биологического оружия, то эти лаборатории должны быть уничтожены в 24 часа. В противном случае будет уничтожено наше население. Либо выведено оттуда. Либо не должно быть несоответствия риторики и практики. Мы слышим из уст высоких, в целом нами уважаемых людей, таких как министр иностранных дел. А это во всем мире очень важная фигура. И у нас тоже. Что вот мы у нас были какие-то... Мы хотя бы имитировали какие-то там отношения между Америкой и нами, а теперь уже и не имитируем. Я не понял. Я просто не понял. За этим должны последовать соответствующие дипломатические процедуры. Называем послов для консультации или вообще расторгаем дипломатические процедуры. Что мы делаем? Я очень боюсь, что этим все и кончится. Но если этим все и кончится, то как должна строиться внутренняя политика? Как должна строиться экономическая политика? Как должна строиться информационная политика? Мы готовимся к чему-то похуже холодной войны, так сказать, 50-х, 60-х годов. Мы выдержим это. Никаких проблем нет. Для этого совершенно необязательно сворачивать все идущие сейчас процессы. Но как-то нужно же преобразовываться под этот формат. Во всем, включая, так сказать, тогда уже и все кадровые выборы. Если так, то так. А если как-то иначе, то как-то иначе. А вот этот климат абсолютной неопределенности, чем он может кончиться? Я не понимаю. С той стороны этой неопределенности не будет. На карту в Соединенных Штатах поставлено все. Соединенные Штаты не могут отказаться от почетного права печатать мировой валюту. Потому что как только они окажутся, они окажутся не второй державой мира, а четвертой. Примерно. Третий, четвертый. Как только это произойдет, уровень жизни в Соединенных Штатах понизится в два раза. Ничего особенного, он останется высоким. Только только он понизится в два раза в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах будет такой бедлам, который никогда не будет в России, если уровень жизни понизится в четыре раза. Это разные менталитеты, разные страны, разные представления. Значит, он не может так понизиться. Господствующая элита, в существенной степени англосаксонская, власть не отдает. Она, так сказать, мир меняет под этот формат власти. Поэтому, если мы действительно что-то там расторгаем, а я совершенно к этому никогда не призывал, потому что я понимал, что это огромная нагрузка на общество и систему, которые к этому не готовы, то тогда давайте делать все идеологическое, буквально метафизическое, в частности, это касается и церковной проблемы и всего остального, но и светской, и духовной, не входящей в конфессии. Культурная, не может быть этой культурной политики, образовательную, социальную, экономическую и прочие проблемы, они должны быть приведены в соответствие. Невозможно так сильно в Ростопырку ввести все эти параметры, если все это серьезно. А оно все равно серьезно. Вопрос того, серьезно оно в следующем году или серьезно оно, бог знает когда. О каких-то практических вещах, которые из этого вытекают, которые для меня всегда были существенны. Момент стратегический и тактический. Момент стратегический состоит в том, что после ухода коммунизма с мировой сцены, а он ушел, куда он ушел, так сказать, вот он был здесь и ушел сюда, или он здесь и ушел туда. Это отдельный вопрос, и тут многое зависит, как ни странно, от нас. Очень много. После этого ухода на мировой сцене возникло две силы. Сила национально-буржуазных государств суверенных. И силу глобального государства. Под глобальным государством, конечно, я имею в виду прежде всего США, но и нечто... Мирового правительства нет, но оно формируется. Я когда я читаю таких уважаемых аналитиков, как Юрий Вольфович Бялый, он для меня очень высокий авторитет в точности всего происходящего, что количество информационных, так сказать, центров власти в мире за 15-20 лет сократилось с, я не знаю, условно говорю, с 200 до 5. Это же взрыв. Новая галактика формируется. Это стремительный процесс, которого мы не видим, потому что мы не хотим смотреть на этот смысл игры. Вот в чем беда-то. Как был фильм Кубрика «Широко закрытыми глазами». Мы смотрим на мир широко закрытыми глазами. Если этот процесс так идет, значит, это формируется. Значит, глобальное государство формируется. Глобальное государство, которым я много раз обсуждал и объяснял, что этому глобальному государству в виде партнера нужен радикальный ислам мировой, халифат ему нужен на периферии, что оно устроено постмодернистски и так далее, вот оно как бы и наступает после краха СССР и коммунизма. А противостоит ему консервативная, национальная, буржуазная, суверенная государственность, которую он сметает, потому что она его враг. С философской и прочей точки зрения я говорил, что это уже постмодернистская сила, а это, так сказать, сила чистого модерна. Модерн в условиях растущего глобального потребительского общества и всего прочего, он всегда уродлив. Он не может не быть уродлив. Поэтому все люди, которые выставали против уродств Мубарака, уродств Каддафи, уродств Бен-Али или уродств Асада, были правы, так же, как правы были люди, которые выставали против уродств Януковича или будут выставать против уродств Путинской системы. Все есть, оно не может не существовать. Вся беда заключается в том, что на другой чаше весов лежит беспредельная адская сила глобального государства. А с этой стороны лежит деформированная, уродливая греховность человеческая. Модерна, которая не может существовать долго в мире потребления при наступлении глобального государства. Он должен быть либо контролером всей системы, либо он начинает задыхаться. Это как люди, теряющие лицо, не знаю, в возрасте. Он стареет, он дряхлеет, у него возникают отеки, он начинает хромать. Все говорят, о, как он плох. Да, он плох. Он не может быть другим в условиях роста потребительских тенденций, я не знаю, деривативов, бог знает еще чего, новых совершенно ценностей, всех этих перверсий, ювенальных истиций и всего прочего. Он не может, он задыхается, он пухнет, он нехорош. Да, всюду идет, так сказать, коррупция, так сказать, распухание каких-то непонятных богатств, сращивание власти и собственности. Между прочим, оно таким же успехом и гораздо большим идет в глобальном государстве. В Америке, что ли, меньше коррупции? Или больше демократии, так сказать. Мы все время должны думать, кто из семей Буша и Клинтонов, и какие еще люди вклинутся в процесс этого, так сказать, этих пересменок, ничего не означающих по существу. Всюду так. Но, конечно, модерна. Когда какие-нибудь там люди, где-нибудь, не знаю, в Кабардино-Балкарии, или, так сказать, не знаю, кто еще в Чечне, или где угодно еще, там, в Средней Азии, или там в Узбекистане орут, кто такой, Каримов, или там еще кто-нибудь. Так они правы. Самое-то страшное, что они правы. Ну и что дальше-то? Дальше эта правота замыкается на изуверов радикального исламизма и на их глобальных господ. Поднимется эта антипутинская волна. Ее хозяево сразу станет глобальное государство. Мгновенно. И все это видно по Януковичу. Что, Янукович был хорош? Вы соберите дайжест из съемок этого великого мудреца и Аскета, да? Посмотрите на его хабитусы, на все, что он говорил. И вы поймете, что он вместе с его братвой, да, вызывал в определенных своих украинских обществ естественную реакцию. Просто результатом мобилизации этой естественной реакции оказался Бандера. И если здесь все замкнулось там с этими Бен-Али и всеми через радикальный ислам на глобальное государство, то на Украине замкнулось через фашизм на глобальное государство. Что говорит о том, что именно делает само это глобальное государство. Поэтому в условиях ухода с исторической сцены коммунизма на более или менее длинные дистанции в борьбе глобального государства и национально-буржуазных суверенных государств надо поддерживать только национально-суверенные государства буржуазные. Только это. И я всегда говорю, что это олицетворяется политической формулой. Лево-консервативный альянс. У левых естественными союзниками в новой ситуации стали консерваторы. Это невиданно, это непонятно, это противоестественно, но это так. И если бы это не было так, то не выступала бы русская православная церковь и левое движение суть времени вместе против ювенальной юстиции. это было бы невозможно. Левое движение должно выступать за права геев. Аксиома. Хоть вам Франция, хоть Италия, хоть куда. Вы левые, левые, за геев и дальше со всеми остановками. Правильно я говорю? Это же так устроен современный мир. То, что здесь произошло, это парадоксально, но это абсолютно логично. И вопрос тут, как много раз я говорил, не в конкретных фигурах. Путин сильно поломал американскую игру. Ни один политик в 21 веке так не ломал американскую игру, как Путин. Уже сейчас. Но не в фигурах дела, а дело в том, что необходимо поддерживать национально-буржуазное консервативное государство, правое. Потому что эта штука ушла, а благодаря Коммунистической партии Советского Союза позорно сбежала с исторической сцены. Говорила, повторяю, когда на съезде народных депутатов СССР услышали только о том, что этой самой шестой статьи Конституции не будет. Они все восстали против этого. Большинство, я имею в виду все там Сахаров или Собчак, но большинство восстало против этого. Сказали, мы не отдадим любимую статью о том, что у нас власть партии и коммунизм. Весь съезд, беспартийные ребята выступили против. Что тогда сделал Горбачев? Он собрал пленум партии и пленум единогласно, за исключением одного человека, проголосовал за снятие статьи и обратился к съезду с тем, что пленум просит снять статью. Более идиотского состояния у съезда быть не могло. И потом будут говорить о роли Горбачева. Горбачев исчаде ада, но это же не значит, что все остальные ангелы. И как они сожительствовали. В 28-м съезде снять Горбачева ничего не стоит. Этого никто не сделал. Значит, вот это был позорный уход с исторической сцены. И когда я в одной из передач обратился к ребятам из ГДР и сказал, простите нас, товарищи, за то, что произошло, я знаю, что я говорю. И это началось все не в 80-е и 90-е годы, а в 70-е. Значит, это ушло. Оно виновата в том, что оно ушло. Оно виновата в этом метафизически, потому что уйдя, оно предало мертвых. Колоссальные жертвы, принесенные на этот алтарь. Оно виновата геополитически, потому что она оставила территорию американцев. Оно виновата всячески. Эту вину надо искупать. Что состоит из двух задач. Первое, осмысление, почему это стало возможно. Второе, нахождение тех точек, которые позволили этому стать возможным. Третье, ликвидация этих точек по сравнению новой системы, в которой это будет невозможно. Но это длинный исторический путь. Мы взялись им идти, мы им идем. Но пока этот путь идет, политика продолжается, значит, на каждом из этих этапов невозможно не поддерживать национально-буржуазное и суверенное государство. Потому что тогда ты поддерживаешь глобальное. Нет больше центров силой. Осталось два. Либо Ассад, либо исламисты и американцы. Либо условный Янукович, ну, это уже он-то без комментариев, да, чем он оказался в итоге. Ну, условный, я поэтому говорю. Либо Бандера и американцы. Либо условный Каримов, либо Хизбут-Тахрир и американцы. Либо Мубарек Сиси, либо братья-мусульмане и американцы. Всюду одна и та же картина. Это ужасное устройство мира, но оно таково, каково оно есть. Ужаснее всего оно в России. Потому что если там еще там кто-то приходит на какие-нибудь руины и что-то организует, то здесь это просто расчленение страны. Здесь всякое убирание этой конструкции означает расчленение страны. А конструкция гниет. Я никогда не могу сказать через сколько времени гниющий дом рухнет. Хочется, чтобы он простоял подольше. И никто не может сказать от чего он рухнет. Если он сильно сгниет от того, что вы чихнули он рухнет. Или хлопнули дверью. Или ветер падул. Важно, что он гниет. гниют все подсистемы. Я говорю уже в этой комнате, повторю для всех, что одного хорошо мне знакомого человека, которому я полностью доверяю, некая сотрудница, которая имела тут патент и принадлежала к гражданам соседнего нам государства, слегка заболела. Пошла в больницу, ей поставили диагноз рак четвертой степени и сказали срочно бороться к себе на родину. Когда началась проверка, то выяснилось, что ни один из анализов, которые написаны, не был осуществлен, и у сотрудницы нет вообще никакого серьезного заболевания. И это не эксцесс, это феномен. Абсолютно гниет медицинская система, потому что коммерциализация медицины в России это уничтожение медицины. Она не может существовать в этом мире, она не может быть услугой. Веками что-то вбивали в западном обществе так, чтобы оно могло сохранить вот этот коммерческий дух и мораль вместе. Здесь это невозможно. Здесь как только появляется этот коммерческий дух, улет. Все. Этих случаев, которые я описываю, тысячи. у нас нет мафии, у нас новая форма социально-политической организации общества. Потому что мафия это детский лепет. Колоссальный кризис трудовой мотивации. Колоссальный кризис. Абсолютная аллергия к тому труду и той степени внутренней организованности, которая требует серьезный труд, без которой производство невозможно серьезное. проходит еще 10 лет и совершенно непонятно, кто и как будет работать на самых ответственных предприятиях страны за любую зарплату. Зарплата уже не важна. Разрушение связи между людьми, вот этот индивидуализм, война всех против всех, при которой никакая корпоративность, никакое там совместное дело невозможно. Американцы сначала создают этот индивидуализм, потом хватаются за голову, начинают делать там team spiritual, дух команды, team building, построение команд. Здесь даже этого не делать, команд просто нет. всячески поощряемый кризис культуры. Уже Вержбицкая сказала, что Достоевского или Толстого не нужны детям. А что им нужно? Гарри Поттер что нужно-то? Тупая репрессивность этих национально слегка там суфизированных и прочих систем будет накапливать взрывчатку радикального исламизма? Ничего с этим нельзя сделать. Она слишком тупая, чтобы ее не накапливать. Как говорят в таких случаях, всех не перевешивайте. Американцы будут работать дальше. Глобальное государство имеет свою агентуру и свои позиции на территории. Она будет их наращивать. Элита катастрофически двусмысленна, потому что с одной стороны она, так сказать, преисполнена патриотической риторикой и всего прочего, с другой стороны она внутри в существенной своей степени тотально прозападная. С прозападными семьями, прозападным всем остальным. Это гнилая конструкция. И эта констатация вовсе не означает, что ее не надо поддерживать. Ее надо поддерживать, потому что больше делать нечем. Альтернативы нет. на сцене борются две силы. Возвращение на политическую сцену коммунизма с одной стороны является единственным спасением человечества и страны, а с другой стороны это процесс почти невозможный. В любом случае он не имеет никакое отношение к действующим акторам. Зюганов, не Зюганов. Если бы я верил на полпроцента, что он что-нибудь может сделать и куда-нибудь двинется в ту сторону, так был бы просто филиал КПРФ, но это же просто балаган, причем жесточайший. Теперь вопрос, почему балаган? Что вкладывается в это слово балаган и что в принципе вообще-то такого особо страшного вот в этом глобальном государстве, в этом раскладе и в уходе коммунизма с исторической сцены, почему это не там страшно, потому что нам что-то нравится, а это фатально. Я выдвину тезис, потом буду его как-то доказывать. Тезис этот такой, никакого буржуазного общества в мире уже нет. Нет и его. Нет буржуазного общества. Есть потребительское общество. Ничего общего между буржуазным обществом и потребительским обществом нет. Точнее общее только одно, что господствующие группы осуществляют эту мутацию с тем, чтобы держать власть. Но общества эти абсолютно различные. Совершенно не собираюсь уподобляться там как бы таким ну как бы там иступленным ненавистникам всякого рода перверсии и всего прочего. Но вдуматься-то надо. В 50-м году Соединенные Штаты представляли собой абсолютно консервативную страну, в которой все эти перверсии уголовно карались или по крайней мере железно пресекались обществом. Да? Не было ни войны, ни оккупации. К 70-му году там уже все царствовало. Голубой край. Как это может произойти за 20 лет? Это может произойти за 200. Как это за 20 может произойти? Это же кто-то должен работать. Германия 20-х годов это страна с уголовными наказаниями за перверсию. Германия 70-х годов это голубое царство. Кто это сделал? Это надо сделать эту ювенальную юстицию надо делать. Она же не сама появляется от безысходности. Кто эту эвтаназию впаривает? Причем тут эвтаназия в христианской стране? Значит, это колоссальная трансформация. Я только привожу сейчас не самые главные ее характеристики. Этому потребительскому обществу в его постмодернистском варианте сопротивляется как раз все консервативное. Кстати, о птичках. Если кто-то говорит о консерватизме по отношению к России, то этот консерватизм не может не быть просоветским. Он не может быть антисоветским, потому что он консерватизм. Либо он не консерватизм, либо он просоветский. Консерватизм это традиция. Единство традиции. Почитание великих достижений и всего прочего. В советский период нельзя выкинуть. Его можно выкинуть где-то, где его не было и сказать, что это консерватизм. В Америке консерватизм может быть антикоммунистическим и является антикоммунистическим. как в большинстве стран мира, не переживших этот период, но не в России. Уже быть абсолютно странным человеком и странно мыслящим, чтобы пытаться соединять здесь консерватизм и антисоветскость. И практика же и показала, что этого не происходит. Как только консервативный дискурс более или менее начал насаждаться здесь. Также появилось спасибо деду за победу и все остальное. Бессмертный полк и, так сказать, этот день победы порохом пропах. А дальше день победы Сталин и понеслось. Естественно, иначе быть не может. Но как бы там ни было, будь он хоть и антисоветским и кем угодно, он борец. Он последний борец. Ничего больше нет. Потому что главное действующее лицо, которое способно спасать человечество и коммунизм, ушло с исторической сцены. Спасибо КПСС, а не лично Михаилу Сергеевичу. Всем вместе. И сцена стала такой, какой она стала. Сталин говорил, у меня для вас других писателей нет. Я скажу, у меня для вас другой исторической сцены нет. Значит, это потребительское общество не имеет никакого отношения к классическому буржуазному обществу. Она его антагонист. А этот переход делает гласная группа, которая понимает, что удержать сплав власти и собственности она может только перейдя на другой формат. В этом смысле Маркс был абсолютно прав. Классическое буржуазное общество обязано было в ходе мягких или жестких революций перейти в общество социалистическое, коммунистическое. Все правильно. Если есть история, то есть если нет возможности делать человека как деталь на конвейере. Маркс не считал, что людей будут штамповать, потому что не было ни телевидения, ничего. Каждый раз, когда мне говорят, что Маркс должен был все предвидеть, я говорю, так не бывает, этого не может быть. Маркс философ, Энгельс философ. Они на кого опирались с точки зрения исследования первобытного общества? На Моргана и Бахофена, которые исследовали это общество, которые сидели и смотрели на эти индийские вигвамы, а что Маркс сам должен был поехать в эти вигвамы что ли наблюдать? Это миссия и карма и рок, и трагедия любого философа. Он осмысливает исходя из существующего знания. Он русскую там общину должен был исследовать, что было 3-4 работы, в которых говорилось, что собственность на землю не возникает там, где есть ирогационные сооружения мощные. Древний Египет, Вавилон, причем это Россия, воды, дой больше. Какие ирогационные сооружения? Волга, что ли? Дон? Днепр. Какие сооружения? Где? Дождей заливает. Но сказано было, что собственности нет там, где крупные ирогационные сооружения. Ну, сказано, и он никак не мог понять, понимаете, что русский где-то на севере. Он русский язык начал учить, что за фигня такая как-то, не совпадают концы с концами. Тут он умер, не дописав полностью третий том капитала, поэтому стало вообще неясно, что там он писал в этом смысле. Но в этом он был прав. Только вся разница в том, что потребительское общество и прочее научилось штамповать человека. Это деталь, отштампованная телевизором и прочим, это сказать, устройством. И это определенная деталь, потому что потребительскому обществу нужна определенная деталь. И вот здесь я зачту некоторые куски из той статьи, которую я вот только что сдал в печать газеты. Там просто я, поскольку не все это знают, для меня это Владимир Игоревич Арнольд, который родился в 1937-м и умер в 2010-м, это академик, математик, которого я цитировал в серии своих статей «Кризис и другие», которые потом стали книгой «Исправление имен», но книга так еще и не вышла, где я обсуждал кризис или катастрофа. Вот он один из наших авторов теории катастроф в том числе. Это гениальный математик и такой очаровательный человек, совершенно такой сочетающий, как это было в советское время, и какой-то либерализм, и западничество, и патриотизм, и просвещенность, когда сильно наехали на Гинзбурга за то, что он там что-то антипатриотически высказывается, одна моя совсем патриотическая знакомая, одна такая ультрапатриотическая прошипела в ответ. Пусть тот, кто наезжает, сделает для создания ядерного счета 5% от того, что сделал Гинзбург, а потом наезжает. Понятно, о чем речь. Может, Гинзбург был пожестче, а Арнольд такой мягкий, интересный человек, и все, что угодно. Он классик математический. Это один из таких гениев современной математики. Я ссылался на него еще в связи с Бурбаки, математику которых критиковали люди, которые не могли прочитать Бурбаки, и критиковали ее с психологических соображений. Я говорил, Арнольд Бурбаки читает только так, и вполне он тоже критикует их, потому что они несовместимы с педагогикой и всем прочим. Он много критиковал на Западе, жил на Западе, читал там лекции и так далее, и тому подобное, поскольку он человек трезвый, и его приняли на Западе, он не хотел особенно ругаться с Западом. Вообще-то человек умеренный был. Вот то, что он называется хороший. царство ему небесное и заслуги его очень велики, но я хочу только процитировать Арнольда один раз, указав при этом, что Арнольд был свой на Западе, и он общался с западной элитой, и поэтому сказать, что Арнольд что-то берет с потолка, или что он такой ультрапатриот, который наводит тень на западный плетень, и так далее, это никак. Это другой человек. Так вот он говорит, американские коллеги объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране сознательное достижение ради экономических целей. Американские коллеги объяснили это Арнольду, но у Арнольда американские коллеги только в высшей лиге. У него там протестующих бакалавров нет, у него только высшая лига. Почему же это достижение? Дело в том, говорят Арнольду и его высокие американские коллеги, что начитавшись книг, образованный человек становится худшим покупателем. Он меньше покупает из стиральных машин и автомобилей, начинает предпочитать Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремой. От этого страдает экономика общества потребления и прежде всего доходы хозяев жизни. Вот они стремятся не допустить культурности и образованности, которые вдобавок мешают им манипулировать населением, как лишенным интеллекта стадом. Понятно, что ничего более жесткого сказать нельзя. Я там цитирую, я мог бы процитировать Эриха Фрома, ведущих американских аналитиков, совершенно таких консервативных и так далее и тому подобное, но просто мне кажется, что цитата очень яркая. Значит, это общество потребления, а в отличие от буржуазного общества, оно сознательно играет в игру под названием снижение культурного уровня, снижение образовательного уровня. Оно не может в эту игру не играть. Ему все время надо наращивать покупательную страсть, а оно может наращивать ее только через снижение культурного уровня и уровня образования, иначе не будет этой страсти. Жажда потребительская начнет оскудевать, а тогда все общество рухнет. И для того, чтобы не допустить марксистской революции и коммунизма, нужно было создать вот этого ублюдка, не имеющего ничего общего с буржуазией, что в 19 веке буржуазия в эту сторону вела. Классическая буржуазия могла вести в эту сторону. Нужен эффективный рабочий, рабочий должен был быть все более образован, все более культурен и все прочее, иначе он не мог им нужен был совершенно другой человек. Обществу модерну нужен человек линейного прогресса и классического гуманизма, но этот человек восходит. Как он восходит с использованием злаб, как говорят протестанты, или как-то еще в пределах дарвинской конкуренции, но он восходит, елки, он же не нисходит. И в страшном сне не могло присниться ни Марксу, никому, что, так сказать, власть сделает ставку глобальной или как ее назовите, это глобальная элита, сделает ставку на нисхождение. Ну, вся теорема-то в чем Маркса? Поскольку приходится все более развивать пролетария, то в итоге это будет могильщик капитализма. Все. А кто бы сказал, что мы его будем развивать? Как? А как же будут производительные силы и все прочее? Да вот так. Значит, соответственно, речь идет о снижении культуры на уровне и уровня образования. Это первое, что делает потребительское общество. Теперь возникает главный вопрос перед движением сути времени. Вот мы хотим остановить эту тенденцию, мы хотим сопротивляться этому обществу, да? И наша задача заключается в том, чтобы это сопротивление в итоге превратилось в крах этого общества, не государства, ничего-то, а в крах вот этой модели. Что мы должны делать? Мы должны повышать культурный уровень и уровень образования. А так же все остальное. Интеллектуальный уровень, без которого без этого не существует. Интеллектуальный и эмоциональный уровень. Мы их должны повышать. Единственная борьба коммунизма настоящего против потребительского общества заключается в том, что он непрерывно воюет за повышение культурного, образовательного и прочих уровней, которые с этим сопряжены. И он это делает практически. Значит, если мы хотим просто даже развития своего движения, то что мы должны создавать в первую очередь? Мы должны создавать в пределах вот этой деградуационной схемы очаги повышения культурного, образовательного, гуманитарного, интеллектуального и других уровней. Очаги. Или, как я говорил когда-то, контр-регрессивные коммуны. И потому данное выступление происходит здесь, в коммуне. И потому я здесь так сижу, что я понимаю, что это надо создавать что никакого возвращения коммунизма на историческую сцену без этих компонентов быть не может. И вся его ценность заключается в том, чтобы вернуться на этом коне назад. А с практической точки зрения того, что здесь происходит, нужно только одно, чтобы в каком-то городе Энске, где живет, скажем, миллион людей, или предположим сто тысяч, не имеет значения, да? Была создана точка, по которой было ясно, что она, будучи красной и какой угодно, является одновременно точкой восхождения, то есть точкой самой острой интересной гуманитарной проблематики, самого высокого интеллектуального уровня, самого высокого культурного уровня. Почему я так всегда боюсь, чтобы вообще наезжали на западную культуру и на все в целом, да? Потому что сегодня с этих позиций нравственности можно наехать на что-нибудь действительно омерзительное, а завтра на Феллини и Либерта лучше. Сегодня горит порнография, что справедливо, а завтра она Редо Бальзак. Где граница? Или Толстой? Где идет борьба против гноя антиморального, а где начинается мракобесие? Значит, смысл заключается в том, что эта точка должна быть явным образом выделена вокруг, ее должны узнавать, из нее должна идти эта волна. теперь возникает самый серьезный вопрос. Много ли сейчас движений сил, готовых создать такие точки и посылать эти волны? Сколько времени нужно для того, чтобы даже собравшиеся люди превратились в нечто такое, то есть действительно в контррегрессивную национальную интеллигенцию, без которой между прочим не может быть не только коммунизма, но и войны с глобальным государством, которая называется во всем мире национальная освободительная борьба. Ее нет без интеллигенции соответствующей. А этой интеллигенции нет, значит, либо надо проигрывать, либо ее создавать. И это политическая задача. Потому что в противном случае все, потребительское общество победило. оно создает все больше и больше примитив, оно приводит к снижению культурного и прочего уровня. А что другие делают? Они идут туда же. Туда же они в обратном направлении. дюганов дюганов демонстрирует какой-нибудь другой уровень мысли, культуры и всего прочего, чем, я не знаю, к Нарышкину. Опомнитесь. Он физически, психологически, речево и прочее демонстрирует, что он проще. ему все время кажется, что он на этом выиграет. Знаменитая уголовная фраза, ты будь попроще, к тебе потянутся люди. нету другого лица и вообще непонятно, где оно. Потому что по буревшому счету все эти Касьяновы, Шендеровичи, это такое же чмо, никакой разницы нет. Все та же тенденция. Значит, все борются за то, у кого будет больше позиций в рамках потребительского общества. А сказать надо одно, что вы это потребительское общество себе засуньте в одно место. Мы в нем не ищем позиций. Нас эти позиции не интересуют. Да, мы живем в России, да, мы любим Россию, да, мы патриоты и пойдем воевать на защиту российского государства, но мы в этом потребительском обществе позиции не ищем. Мы рассматриваем его как скверну. Буржуазное и прочее общество, мы рассматриваем как союзника постольку, поскольку надо воевать с глобальным государством, а потребительское общество есть главный агент глобального государства. Это его троянский конь, среди которого он будет входить куда угодно. но тогда нужно поднять на знамя и понять, что вот этот уровень, вот эта идущая волна, она есть основное. Да, идеология, да, все остальное, да, ценности, да, отстаивание традиций, да, все нужно, но ведь оно должно все быть промодулировано этим, когда и каким усилием люди могут выйти на момент, когда это будет очевидно окружающим. Скажут, а какому из окружающих это нужно? Отвечаю, сейчас этот вопрос не актуален. На миллионный город где-нибудь в Сибири, да, есть один на тысячу человек, который воет от этого потребительского общества, есть, значит, их тысяча, так вы и соберите эту тысячу или сто, но их, вы их соберите и начните трансформировать, а потом поговорим, что будет дальше. Потому что если это гнилая конструкция рухнет раньше времени, то у вас будет великое счастье конкурировать с командирами отвязавшихся от государства бригад спецназа и с американской армией на территории. Великое счастье, говорю в кавычках, у всех находящихся здесь, включая особ женского полка. авантюристы, 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 и по большому счету, конечно, мерзавец. потому что никто не выиграет. Я не знаю, ждал ли этого крах оленя. Он видел, что он наступает, но даже если он его ждал, у него была невероятная сила в руках. Ну, пусть 30 тысяч людей супер качественного уровня. Для тогдашней России это очень много. он сумел намотать на этом, так сказать, все, что потом шарахалось в ужасе от государственной катастрофы. Он не мог организовать государственную катастрофу, у него сил не было. Ее организовали друзья Керенского и царь с его дворцом вонючим, наполненным всеми маразмами, которые только могли быть. Они организовали эту катастрофу. За любую государственную катастрофу отвечает власть. За советскую та власть, которая была за эту, царь. Но там была абсолютно другая ситуация, включая саму эту мировую войну. Уникальная абсолютно. Силы сцепились друг к другу и не могли расцепиться в тот момент, когда тут была разборка. Не было бы мировой войны, экспедиционный корпус был бы прислан сразу и все бы раздавил в 10 дней всю эту большевистскую революцию. Которые, как я говорю много раз, не являются революцией, а являются реорганизацией в условиях катастрофы. Имевшиеся продукты в столице и прежде всего в Петербург блокировали доставку. Кто? Большевики? Царские министры сознательно блокируют это. Значит, все эти примеры тут вообще ни при чем. Не говоря о том, что если что-то и надо повторять, то точно понимая, где ошибки. А одна из ошибок понятна. Позднее советское общество есть. Советский вариант того же потребительского общества или общества ням-ням. Неизвестно с какого года тут надо начинать, нужно ли тут просто отделять эпоху Сталина от всех остальных, но явным образом все это пошло туда под уклон. Пусть не с противоречиями, пусть там с подъемами и спадами, я говорю, космос и все прочее, но пошло под уклон. В сторону потребительского общества. И как только это стало обществом потребления в советском варианте, стало ясно, что общество советского потребления не может конкурировать с обществом западного потребления. Просто вопрос заключается в том, что надо ненавидеть все общество потребления в целом. И кто осмеливается сейчас сказать, что он враг общества потребления, а не друг советского потребления против американского? или друг консервативного потребления, не знаю, в духе какого-нибудь националистической партии против либерального потребления? Кто говорит, что это потребительское общество вообще есть главный враг и средоточие мрака? Кто это говорит? Еврокоммунисты? Европейские социалисты? Кто? В том-то и дело, что никто не занимает этой позиции, потому что все боятся получить одну тысячную. Так не надо бояться получать одну тысячную. Пока что до нее как до Луны. А надо включить радиосигнал, на который слетятся. А этого радиосигнала нет. и понятно почему. Потому что собственный культурный образовательный и прочий подъем надо форсировать не вдвое, а в десятера. И не растягивать удовольствие на 10 лет, а в 3 года. В противном случае никогда это не соберется, потому что непонятно на что собираться. Меня так тошнит этот песен охуджавый, что я 10 раз готов с радостью слушать песню и Ленин такой молодой. Но на этом ресурсе вы ничего не создадите как на таковом. Советская традиция замечательна. Но ее же нельзя рассматривать как нечто самодостаточное. гуманитарное. этот интеллектуальный прорыв гуманитарный, культурный, образовательный? Вам говорят уже открыто, что ваши дети не должны читать Достоевского или Толстого. Тогда нужно заявить в ответ, что наши дети будут читать всю античную литературу, всю средневековую литературу. И это есть коммунистическая борьба с обществом потребления. Но это еще не все. Вопрос же не в том в конечном итоге, что общество потребления, как говорит Арнольд, это просто снижение этих показателей. Это только часть правды. Реальным царством общества потребления является скука. Вы не создадите потребителя, если не будет воющей скуки, от которой надо идти в шопинг. Поэтому лозунг этого общества «человек это звучит скучно». Создатель этого общества, а у этого общества есть создатель, есть властная группа, которая создает, не только снижает уровень образования культуры, оно повышает уровень скуки для того, чтобы на этом повышен уровне скуки нужно было уколоться наркотикам шопинга, а также всеми остальными. Но прежде всего им не будет человек таскаться по 5 часов по шопингу, если он не зверевает от скуки. Это невозможно. Это не нужно ни для какой жизни. Однажды меня в составе делегации поволокли в Сардинию на то место, где Ельцин сломал ногу и где они там отдыхает эта элита. Там просто город шопинг, поселение шопинг. Если туда просто приехать и почему-либо сказать, что там надо жить, то надо застрелиться на второй день. Это невозможно. Невозможно жить. Дело не в том, кто во что хочет одеться. Это же не для того, чтобы одеться сделано или наесться. Кстати, пищу уничтожили, чтобы так апропол. Между прочим, туризм уничтожил пищу. Все, кто хотят есть в нормальных ресторанах в Испании, Португалии, Италии или где-то, садятся к таксисту, говорят, привези куда-нибудь поближе к концу города, туда, где ты знаешь, где ты ешь. Таксист везет. Это нормальная пища. Все центральные рестораны города это просто отрава. Это не вопрос о том, что это дорого. Это потребительское общество это не общество, где хорошо кушают. Потребительское общество это общество, где поклоняются определенным символам. Значит, это, если коммунизм весь сводился к тому, что человек это звучит гордо, то вот это и в общем-то буржуазное классическое общество этого не отрицало. Оно иначе это понимало. Герой Киплинга это тоже сплошная подъем, гордость, сила, да? То это общество, это общество, которым человек, это звучит скучно. Значит, это общество, которое отнимает не только образование и культуру, оно отнимает фундаментально жизненную силу. Это общество, где человек должен стать полудоховым или на три четверти доховым, или каким угодно еще. Как это производится? Я привожу простой пример. фундаментально там вы влюблены и хотите обниматься и, так сказать, гладить по лицу и волосам вашу любимую женщину. Но наденьте перчатки и займитесь тем же самым. Сначала лайковые, а потом резиновые. Будет офигительный эффект. теперь оставим в стороне высокие вопросы. есть личность. Она есть рука без перчатки. ее берут вот так и помещают в конструкцию. А эту конструкцию еще защитный пояс. А как не может быть защитного пояса, если человек человеку волк? Хомен хомени люпус эст. Значит, создается защитный пояс. Как вы его не назовите? самообраз, социальная роль или как еще. Но он же сидит. Значит, любые сигналы, которые вы получаете, либо сверху от элементов вашего высшего я, либо снизу от элементов вашего, так сказать, энергетического низа, либо сбоку от оставшихся частей вашей личности, они утыкаются в экран, через этот экран вы еле-еле какие-то волны можете получить. Вы непрерывно слабеете. Чем более вы слабеете, тем толще эта оболочка. И тем в большей степени вы должны бояться всего. Что такое новости? Это убийство, изнасилование, приемы. Зачем? В мире ничего больше не происходит? А потому что когда вы получаете больше информации о том, как убивают и насилуют, вы бежите в шоппинг. Проверено. Поэтому лист новостей отбирается соответствующим образом. Но это же не бесплатное удовольствие. Отбираемый лист формирует определенное общество. Потребительское общество это не общество без жестокости. Значит, по скопу индивидуализм. Поскольку ставкой в конечном итоге является это потребление. Что такая ваша жизнь? Это импульс, который начался и кончился, внутри которого вы должны съесть столько бутербродов, купить такие-то машины, построить такой-то дом, провести такое-то семейство, все в один ряд. И умереть, все. У нее нет счастья. У нее есть что? благосостояние. Мы за что боремся? Все партии? За то, какими именно путями мы будем увеличивать благосостояние наших граждан? мы слово счастье вообще забыли. При этом каждый, даже здесь сидящих, понимает, что он наиболее счастлив был в какие-то моменты, которые не совпадали с максимумом его благосостояния. Натурально. И как я много раз уже говорил про Островского, что когда он достиг благосостояния в объятии какой-то барыни, какой-то герои только, ну, они повесятся ли мне? тем не менее, мы должны повышать благосостояние вот в этом типе личности, как можно открыться? Чему? Все закрыто? Значит, вы общаетесь, там, не знаю, ваше общение с другими людьми аналогично тому, что вы, так сказать, как бы, так сказать, любимую девушку ласкаете по лицу в перчатках существующих для, так сказать, работы в зоне тока высокого напряжения. Я, разумеется, имею в виду не эту конкретику, а все вместе. Ровно таким же словом люди общаются друг с другом по любому поводу. Единственный вариант, при котором человек может обладать полнотой жизни, если есть позитивные формирующие среды, все формирующие среды негативны, потому что все они потребительские. А дальше начинается все, что угодно. Школьник спрашивает, школьник, а почему у тебя такой мобильник? На какой машине приехал твой папа? Начинается с этого, кончается наркотиком. мобильник, если коммунизм говорил о предельной полноте просветленной жизни, то здесь говорится о пустоте. Умение жить не только не на пределе, а вот в этом постоянном ощущении пустоты. ты не испытаешь ни полноты, ни знания, ничего. Ты пройдешь эту штуку и ляжешь в гроб, и все. Но для того, чтобы это покорно выполнить, ты должен уже умереть в живе процентов на 95, а потом 98. Значит, здесь должно лежать нечто депрессивное, боящееся самую себя, боящееся любой энергии, потому что шевельнись, разрушится, разрушится, конец. Значит, ваши перчатки образные прирастают к коже. Их уже содрать нельзя. Вы хотите, они не сдираются. А если вы вздерете, то вы вздерете их вместе с кожей, и тогда прикасаются друг к другу над окровавленными язвами, а не кожей. Моя метафора понятна, надеюсь? Значит, это общество убиения жизни ради вкушения благосостояния. Теперь, может ли это общество быть стабильным? Нет. Я не знаю, может быть, какими-то супер-методами уже каких-то психотронных будущих загоняний, не знаю, что компьютер в мозг. Что-то и можно сделать пока от этого как до Луны. Мозг самая сложная система, никто не знает, какой носитель, где пишется информация. Абсолютно сухие, авторитетные люди в высших научных статусах мне говорили, что она пишется на суп-атомном уровне. Я говорю, как на суп-атомном уровне? Это вот так. Иначе ничего не получается. Не в субмолекулярном. Так что ты еще ты сначала хочешь что-нибудь разберись, что там в этом мозге со своим трансгуманизмом, чтобы лезть со своими вонючими компьютерами. значит в ближайшее время этого не будет. Значит этот человек сойдет с ума. А когда он сойдет с ума, он куда шарахнется? Он шарахнется не в коммунизм, которого нет и который единственное спасение. Это звучит гордо, да? Он от этого человека это звучит скучно. Шарахнется в человек это звучит страшно. Он же человеко-зверь, белокурае бестия, нацизм. А что такое был нацизм? Как не реакция на вот это? Он и возник как реакция на это. Всегда мы еще говорим это реакционер. Я говорю на что реакция? Ну тупо слова эти используются. А реакция это на что? Реакционер плохо. Вопрос как он реагирует? А что он реагирует? Значит, если этого нет, то это рано или поздно уйдет сюда и оно и уходит. Покушали, покушали в кафешках, мафешках, вшатались, пошатались, надоело, кто не пляшет, тот москаль. А вы попробуйте, попляшите пару часов и вы поймете, что это большой кайф. гормоны пойдут только так. Значит, тогда вместо вот этого возникает, человек это звучит страшно. Начинается рык. Он уже идет. Пока в центрах города планктоноподобная молодежь жрет в кафешках, мафешках, по краям города идут гладиаторские бои без правил. И высокооплачиваемые дамы и их кавалеры показывают вниз, как в Древнем Риме. А дальше ясно, что порычал, порычал, но самые сильные тыры. Кто смерть? Значит, сначала будет сказано Хайль Гитлер, да, или Хайль Фюрер, да, а потом будет сказано Вивля Муэрта, да здравствует смерть. Значит, вся эта дорога естественным способом от этого звучит скучно, уходит сюда, а она все время туда идет. И единственное, что может это поднять, это движение сюда, которое предали, растоптали, погубили, погубив этим человечество. Я не знаю, как долго это продержится здесь и сколько времени будет кого-то убеждать разговор о том, что надо повышать благосостояние. Дай Бог, чтобы это продлилось дольше, может быть, что-нибудь сформируется. Но я боюсь, что это продлится очень коротко и начнется вот это. Но если оно начнется даже не очень быстро, то оно же все равно начнется. Значит, к этому моменту вы получите дегенерацию культуры, дегенерацию образования, разрушение медицины и всего остального, переводят вот в это состояние все, разрушение всех институтов, семьи и всего прочего, за который буржуазное общество держалось вообще как за спасение. Посчитайте Энгельса, происхождение семьи, частной собственности и государства. Он же их ставит в знак равенства между ними. Так где эта частная собственность? Почему она вдруг начала семью разрушать? Куда это она ведет? Если семья это ее обитель, значит, она уже несчастная. И конец этой игры уже близок. Ну, а дальше все вот так. И в этом смысле, в этом смысле, конечно, суверенное национально-буржуазное государство это тупик. Оно не может противостоять потреблению. Я не вижу ни одного консерватора, который скажет, что он выходит за пределы общества потребления. Это либо уже супер, так сказать, такой фундаментализм, и то он боится этого. Он будет против гомосексуальных браков. Никто, все же зависимы от общества, все понимают, что все хотят шопинга, а те, кто с ними разговаривает, хотят, чтобы они сунули урну бюллетеней. Все. Полтора миллиона людей, не желающих жить по закону потребления, начинающие жить по закону культурного подъема и образовательного подъема, и начинающие бороться за резервные возможности человека, за предельную полноту просветленной жизни, за прорыв человека к всему тому, что у него утаивают и забирают. За то, чтобы эта темница рухнула, чтобы сначала это я могло общаться со всем остальным по-настоящему, а не в этих резиновых или не знаю каких гранитных перчатках, чтобы потом какие-то осколки этого я интегрировали сюда, чтобы сверху шла настоящая энергия от высшего я, и чтобы тогда оно не боялось всего. Это же другой человек. Если этот человек обладает другой энергетикой, другой витальностью, другим культурным, другим образовательным уровнем и другим сплочением друг с другом, он не является притягательным для всех остальных? Значит, надо не верить ни в свой народ, ни в реальную степень его изуродованности. Я считаю, что изуродовали сильно, но не окончательно. Значит, как только все это восстанавливается, а оно не восстанавливается в этом виде, не в этих классических коммунистических движениях, хоть так псевдо-сталинских, хоть каких, не в этих неокоммунистах, не в тех опивках, которые здесь бродят, да, нигде. Оно уже создает ядро какого-то восстановительного движения, а вот тогда решающее значение начинает получать то, что общество внутреннее просоветское, что есть спасибо деда за победу и так далее, и что в конечном итоге консервативные силы, понимая, что они являются жертвой для глобального государства, вполне могут вступить в альянсы, и там есть о чем договариваться, перед лицом глобальной угрозы. Но это впереди. Для начала надо просто политически признать, что потребительское общество это скверно, что никто не борется и не обещает других уровней потребления, более высоких, и поэтому за него надо проголосовать. а говорят о том, что это путь к несчастью, к омертвлению при жизни, духовной постоте и скуке, внутреннему вою и бессмыслице, и что этим путем идти нельзя. В принципе, точка, все. Скажите это. Далее надо сказать о том, что это потребительское общество неизбежно связано с омертвлением, крахом образования и культур, а поэтому альтернативная тенденция это наращивание культуры, наращивание образования и борьба против омертвления за полноту просветленной жизни. Далее надо сказать, что эта борьба не может быть выиграна без соборности и синергии и вот этого настоящего, так сказать, когерентности межчеловеческих связей, не может быть выиграна без разрушения вот этих темниц отчуждения, как вы их не называете, что борьба за нового человека должна происходить именно таким способом. А дальше возникает несколько простых марксистских идей. Маркс-то о чем говорил? Он что имел в виду под отчуждением? Отчуждение родовой сущности, то есть вот эти все вещи. А где он видел источник этого отчуждения? Что он, повторяю, написал в Капитале отдельный вопрос? Написал там очень много разумного, вся политэкономия Запада на этом держится и так далее и тому подобное. Ничего не дописал и неизвестно куда вел и это отдельный вопрос. Но он же много другого написал, завершенного. Он где видел источник отчуждения, без которого не может быть коммунизма, без которого человек погибнет в разделении труда. Не в капитализме. Это эксплуатация. Фундаментальный источник отчуждения это разделение труда. И каждый, кто скажет, что Маркс это не сказал, ну просто странный человек. А почему? Потому что нужна была личность синтетическая. Синтез нужен был. Ну гармония. То есть новый человек это еще и человек, который преодолевает так сказать вот эти все так сказать границы между так сказать узкими специализациями и всем остальным. это не только высоко культурный и высоко образованный человек, это еще и вопрос человек широчайший или как говорилось когда-то ренессансная личность. Только ренессансная эта личность существовала в отдельных экземплярах при позднем феодализме и начале буржуазного общества, а она должна быть всеобщей при коммунизме. А дальше возникает вопрос есть ли потребительское общество это скверно мерзость и все прочее и мы от отказываемся у меня возникает скромный деликатный вопрос ко всем а зачем нам рынок? Меня никто нибудь объяснит? Зачем нужен рынок? Он нужен для многообразия всего. Никто не может угадать какую простите кружавчик какого цвета и в каком месте бюстгальтера вы захотите и вам вдруг захотелось не в том месте где только что было вы пошли в другой бутик и там как раз там где вам хочется для этого нужен рынок рынок нужен для того чтобы у всех было в достаточном количестве высококачественная продукция питания нет рынок нужен для того чтобы у всех была красивая одежда простая и скромная нет рынок нужен для того чтобы у всех были квартиры нет Рынок нужен для того, что вам захотелось квартиру с лоджией, вывернутой обратной лестницей. Ее никто не запланировал. А у вас такой задвиг. Я утрирую, но я говорю правду. Значит, не говоря о том, что плановое хозяйство в условиях современной компьютеризации вообще возможно. И можно даже рюшечки на бюстгальтерах запланировать. Но это и не нужно потребительскому обществу. А то, что нужно, вполне реализуется плановой экономикой, когда же говорится просто. Люди должны вкусно, питательно, хорошо поесть. Они должны красиво одеться и заняться чем-то другим. А не хождением по шоппингам с утра до вечера. И бесконечной конкуренцией за тем, какая фитюлька будет на их Ламборджини или Феррари. Должны быть хорошей машиной, как средство передвижения. Все, мы больше ничего не обеспечиваем. Все дальнейшее идет в сфере духа, интеллекта, культуры. И все остальное. И тогда жизнь будет счастливой у каждого. Но так это же обеспечить нетрудно. Проблема не в том, что это нельзя обеспечить сейчас всему человечеству на этом уровне. Можно. Вопрос заключается в том, что тогда рухнет потребительское общество. А когда оно рухнет, рухнет, так сказать, его властитель. И чтобы он не рухнул, властитель штампует человека. Значит, что вы противопоставите этой штамповке, как вызову? Только прорыв к совершенно новым резервным возможностям человеческого, реального человека. Другую полноту жизни, которую никакая штамповка не обеспечивает. И которую каждый человек, сколько его не штампует, разглядит сразу. Но это же надо предъявить. Это же нельзя продекларировать. Это нельзя взять эту передачу, как любую другую, выучить ее наизусть, встать слегка малахольным видом и сказать, что вот, ну так покажи. И, значит, эти точки, о которых я говорил, вот эти, да, они не только должны подавать сигналы вот этой высокой культуры, они должны подавать и некоторые сигналы этой полноты просветленной жизни, предела этого, напряженности. Как говорилось, так сказать, в дискуссиях древних философов, покажи мне человека, я покажу тебе Бога. Это же вопрос вот этого плюс к этому. Значит, вот задача. Другой программы возврата коммунизма на историческую сцену нет. В любом другом случае этот возврат невозможен, потому что по большому счету говорить нечего. Нечего предлагать. А в каком-то смысле, как это не страшно звучит, вреден, потому что погубив один раз, все, он погубит еще раз. Как бы долг, труден и специфичен не был этот путь, другого пути не существует. Поскольку мы живем сегодня в реальной жизни, то мы должны выбирать между глобальным государством и национально-бужуазным суверенным государством. Выбор ясен. Но поскольку мы не живем только сегодня, а мы видим будущее, перспективы и все прочее, то мы должны сказать, что этот выбор может продлить агонию человечества. А если мы хотим выйти за грань этой агонии человечества и уж России как первой, так сказать, ласточки этой агонии, она-то уж тут будет впереди планеты всей, то мы должны переходить от, так сказать, глухой этой обороны к сочетанию оборонительных действий против глобального государства с формированием хотя бы зачатков тех структур, которые обеспечат настоящее, сущностное возвращение красного проекта, а не его имитации. А вот уже в связи с этим и внутри этого имеет место и то, что происходило на летней школе. Я не хочу под камеру говорить ничего о происходящем на школах и в движении суть времени. И то, что происходило, вот когда мы готовили сентябрьские события, и то, что будет происходить зимой, и все, что нужно на эти полтора года развивать. Поэтому, во-первых, я не отказываюсь от аналитических исследований, а всего прочего. Не хочу рассматривать каждую виньетку, так сказать, того, как буржуазно-национально-суверенное государство где-то гниет, цветет и пахнет, но гниет, цветет и пахнет. Никакой изолированный полковник, берущий х, не существует без системы, в которой более высокие в среднем лица берут 10х. Это же ясно. Я не могу скрывать, так сказать, то, что задача как бы абсолютно страшна и при этом неизбежно оборонительный бой с глобальным государством предполагает защиту этого. Нет другого выбора. Был бы другой выбор, вели бы себя иначе и на поклонной горе, и где угодно. Это не вопрос текущего момента, это вопрос политической философии. Но все это, ничто без настоящей стратегии наступления, возврата, возвращения на историческую сцену абсолютно необходимого человечеству красного проекта, который преступно растоптан и сдан самими коммунистами, иначе говоря, КПСС, не снявший Горбачева, отказавшийся от власти на пленуме к растерянности всего мирового движения, предавший Хонекара, ну, неважно, всех подряд, всех, кто был верен. Перечислять не буду, потому что не все остались верны до конца. Есть проблемы с разными разведчиками из европейских стран, в том числе и теми, кого преследовали. Они вели себя по-разному. Но в целом, да, мы виновны, конечно. Ну и, конечно, прежде всего, мы виновны перед мертвым. Я никогда не буду против того, что выходил в бессмертный полк или писали спасибо деду за победу. Я понимаю историческое значение этих достижений и, в сущности, прожил постсоветскую жизнь для того, чтобы они возникли. Но я прекрасно понимаю, что если завтра бороться, то либо все должны выходить и, не знаю, брать огневую полосу препятствий 9 мая, либо все должны плакать о потерях, потому что потери огромны. фашизм возвращается и возвращается по той схеме, которую я сказал. Это центральная схема. Вернется ли он вместе с царством скуки, или вместе с царством зверя, или вместе с царством смерти, он вернется. И он возвращается в Прибалтику, в Украину, всюду. И это не конец. Он вернется в Европу. И это он возвращается на Ближний Восток и везде. И нет ему альтернативы вне вот прихода ушедшей с исторической сцены силы, потому что в конечном итоге национально-буржуазное государство, защищаясь тоже, много чего нарисует в конце этого пути, само по себе. Вот, что мне хотелось сказать в качестве, с одной стороны, объяснения, почему поселенческая и также вот эта вся жизнь, которая должна разворачиваться в следующем году, приобретает еще более форсированный характер, а во-вторых, для того, чтобы как-то сочетать вот эти все детали нашего политического процесса с политической философией. Продолжение следует...